Друзья, всем привет! С вами Никита Дилой и мы продолжаем играть на карте Регион 18. И сегодня у меня прям такое настроение работнуть-работнуть. У меня завтра выходной, сегодня я тоже выходной, я отоспался. Целая ночь впереди, плюс у меня есть, скажем так, своего рода энергетические напитки. Поэтому сегодня мы работнем, так работнем. Планов уйма. Но для начала, друзья, посмотрим, что мы имеем. В наших владениях есть 4 поля, которые полностью созрели. На большом третьем у нас растут бобы, на восьмом растут подсолнухи, на десятом ячмень и на одиннадцатом поле у нас растет кукуруза, которую мы пустим сегодня на силос. Плюс на всех заводах у нас до хрена всего произвелось. Нам это нужно будет съездить продать обязательно. На балансе у нас 196 тысяч и нам нужно купить вот такой вот силосоуборочный комбайн. 374 косаря он стоит и плюс к нему за 38 надо покупать жатку обязательно. То есть денег нам нужно трохи накопить. Сечку мы изначально будем возить на базу, полностью ее забьем и тогда потом уже будем возить на БГА засыпать в яму. Я думаю, что мы забьем. У нас на 2 миллиона хранилища. Я думаю, что 2 миллиона тут влезет как нефиг. Точнее с поля будет как нефиг. Плюс, друзья, у нас 10 поле засеяно пшеницей. Следовательно, предварительно нам нужно продать солому, которая у нас есть, чтобы сюда сгрузить всю с 10 поля. У нас как раз, вот посмотрите, какое круглое число. 1150, точнее миллион 150 тысяч получилось с прошлого поля. Вот прям ровненько, тютелька в тютельку получилось. Поэтому, друзья, сперва ставим стейр продавать солому. Потом ставим наши комбайны работать на полях. По-быстрому перевозим со всех заводов все добро на склад. Покупаем силосоуборочный комбайн и собираем. Соответственно, 11 поле. Увы, оно будет собираться самодолго и, видимо, в последнюю очередь, потому что комбайна до сих пор нет. И, друзья, еще предварительно нам нужно съездить и отвезти вот этот самый уголь, который у нас загружен. Здесь получается ровно 100 тонн. Наше хранилище его в себя не принимает, поэтому в первую очередь нам нужно будет, кстати, съездить, продать его. Ну и давайте приступать, соответственно, к работе. Первый у нас пойдет стейр в работу. Его мы цепляем в фуражный прицеп и, соответственно, ставим продавать соломку. У нас есть в прошлой серии маршрутик. Какие-никакие, а деньги. Выставляем его прямо вот сюда. Загружаем маршрут базы солома прот. Ставим транспортировка продажа. Забрать из бункера солому. Запустить по маршруту. И он, теоретически, должен поехать кататься. Да, словил он точку. Все хорошо. Ха, я тут обнаружил, что я приехал за живым корнеплодов на этом. И их тоже надо продать. Ладно. Тогда мы начинаем и едем продаем вот эту хреновину. Хотя нет, я соврал. Сначала мы поставим комбайны в работу. Потом уже к ним поставим наши татры. И маны. Точнее, две татры. Собственно, РСМ-ка у нас будет убирать сегодня большое третье поле. Потому что у нас есть жатка, которая собирает подсолнухи и кукурузу. Именно на этот комбайн она у нас есть. На Нью-Холланд ее нету. Поэтому мы начнем именно с РСМ-ки. И пускай он большое поле обрабатывает. В принципе, по времени он должен будет это сделать примерно за то же самое время. За которое Нью-Холланд соберет два остальных поля. Ну, я так думаю, по крайней мере. Пока же у нас заправляется РСМ-ка. Мы можем и Нью-Холланд поставить в работу. Поехали цепанем на него жатку и отвезем на третье поле. Мне кажется, пора уже на самом деле сохранять маршруты на уборку. Что-то мне достало генерировать. Ну ладно, генерируем. Поле номер три. Расположение старта. Бла-бла-бла. Возврат на старт. Да. Поворотная полоса. Нет. В один одинешенько ты будешь работать. Мы, разумеется, еще разворачиваем это все дело. И немножко проходим это все дело вручную. И запускаем со стартовой точки. Он ее, надеюсь, найдет и пойдет работать. Все. С этим пока все. Вот этот парень зарядился, но у него... А вот, кстати, у нас закончилось топливо в бочке. Это не есть. Хорошо. Ладно, мы пока поставим его заправиться вот из красной. Там должно быть топливо. Теоретически. Да. Тут оно есть. Соответственно, давайте заберем жом корнеплодов и отвезем на базу. Я надеюсь, что на базе их принимают. Выгружаем сюда все это дело. И, соответственно, загружаем маршрут поле три база. Ставим работу с комбайнами и выбираем ему в списке вручную наш CR 1090. Все, друзья, вы будете работать в паре. Я надеюсь, до конца дня справитесь. Далее мы ставим трактор. Будем считать, что он заправился. Цепляем к нему жатку для сбора всего вот этого подсолнечного дерьма. Соответственно, этому комбайну делаем все то же самое, что и с CR 90. Открываем все вот эти вот приспособления. Чуть-чуть проедем поле. У нас почему-то поле 8 база, загружен маршрут. Хотя это бредовая мысль. Мы генерируем ему новый на восьмое поле. Расположение старта. Возврат на старт. Да. Все как обычно. Генерируем. Соответственно, включаем это все дело. Чуть-чуть собираем вручную. И с ближайшей точки поехал. Далее мы берем наш ман и везем тот самый уголь. Продаем его. И продавать мы его едем на теплоцентраль номер один. Блин, я цену там за тысячу видел. Ну ладно. Все равно нам нужно просто освободить как минимум эту всю хреновину. Может у нас есть где-то хранилище угля, но я об этом не знаю. Поэтому поехали. Все это дело мы отвезем. Ну и далее, друзья, мы цепляем нашу татру оранжевую к оранжевому прицепу. К одному с двойным работать они нормально не будут никогда в жизни. Соответственно, загружаем ему маршрут работы с комбайнами. Поле 8 база. Выбираем в списке торум. И работать по маршруту запускаем. И вроде как они должны нормально работать. Кстати, за соломку вон 6 косарей прилетело. Солома по 126 сейчас в цене вообще нормальная. Хорошо. Отлично. Далее, друзья, нам нужно еще заправить нашу бочку с топливом. Для этого мы возьмем маленького поворотливого Сеймфортиса. 100 часов он уже откатал. 101. Эх. Трудяга. Цепляем ее вот так вот сзади. Вон она уже пустая. Да, топлива у нас тратится не так уж и мало на все наше дело. Соответственно, заправляем ее. У нас на складе, кстати, вон 136 тонн уже. Есть. И плюс еще 50 лежит на мельнице топлива, соответственно, готового произведенного. И ставим эту бочку, соответственно, обратно. Я думаю, вот так она не будет никому мешать. Сеймфортис хорошо выезжает. Ставим его обратно в стойло. Все, друг, ты у нас пока что отдыхаешь, а мы сами идем работать. Берем ман, цепляем на него вот эту самую платформу и возим со всех заводов все на склад. Ну и друзья, все, привезли мы все на склад. У меня больше двух с половиной часов, я так понимаю, на это все дело ушло. И тут от такого количества поддонов HVPS проседает, причем так конкретно. Собственно, здесь у нас три прицепчика соевой муки. Вот здесь три прицепчика подсолнечного масла. Далее у нас идут чипсики здесь стоят. Сахара получилось немного у нас. Патоки еще меньше. Пиво четыре прицепа. И то не полностью завод все переработал, он до сих пор работает. Потому что пива у нас производится много. Это все со 100 тонн ячменя, кстати. Всего лишь уходит. По-моему, очень выгодно это все дело делать. Далее у нас лишние, скажем так, поддончики. Ну как лишние. У нас склад забит, а все, что излишки, я решил продать. И то же самое у нас дальше идет с картоном. Как мы видим, он вот здесь. Далее справа у нас здесь чуть больше трех прицепов пшеничной муки выгружено. Я их вот так вот в ряд выгрузил. Далее у нас идет рыбка. И, собственно, на этом и все. Рыбка, кстати, тоже продолжает производиться. Там два поддона оставалось, она производится. Я просто, когда двигал поддоны, я почему-то про рыбхоз все время забывал. И как-то было все вот так вот печально. Но там, правда, немного осталось. И да, кстати, еще у нас есть яйца. Яйца, один прицеп всего. Там еще три поддона осталось. Но я их решил не везти. Хрен с ними. И, друзья, у нас на балансе сейчас 414 тысяч. У нас закончилось на складе солома. И наш трактор, который ее возит, сейчас возвращается с последнего рейса. Успело это все дело у нас перевестись, пока я возил эти гребаные поддоны. И почти убралось, кстати, у нас 8-ое, 9-ое поле. И почти убралось 3-ое, 4-ое. Но они еще, ладно, они еще будут работать. А на силостный комбайн, друзья, нам нужно 412 тысяч. То есть у нас уже хватает денег. Только солома. Поэтому давайте, наверное, мы сначала поставим его в работу. А потом уже продадим все наши поддоны с производства. Поэтому покупаем мы New Holland FR850. И, соответственно, покупаем к нему вот эту вот желтенькую жатку. 38 тысяч она стоит. И у нас остается 2400. Это, конечно, немножко грустно. Но сейчас мы с вами заработаем. Соответственно, сбрасываем все это дело мы сейчас на базу. И сразу же везем на наше 11-ое поле. 11-ое поле, по-моему, засеяно кукурузой. Везем это дело туда. Разворачиваем, соответственно, жатку. Блин, широченная. Нормально. В общем-то, генерируем мы маршрут. 11-ое поле, 9 метров. Все, короче, как обычно у нас тут будет. И возврат на старт, да. Соответственно, запускаем мы со стартовой точки его по маршруту. Но он, правда, что я опять с полем накосячил? Я, походу, с полем накосячил. Я, походу, 9-ое поле поставил. У нас 11-ое поле нам нужно. Да. Вот оно. Со стартовой точки мы его, соответственно, запускаем. Но он прямо сейчас не будет у нас работать нормально. Потому что ему надо тот трактор, в который будет всыпаться сечка. А этим трактором у нас будет выступать именно стейр. С этим самым прицепом на 50000. Когда освободится ман, мы подключим еще и ман. Они вдвоем будут работать. Но мы сейчас запустим именно вот это вот дело. Загружаем его в поле 11 база. Работа с комбайнами. И выбираем ему в списке FR850. Запускаем его, соответственно, по маршруту. Посмотрим, чтобы он нормально стал, чтобы он нормально работал. Чтобы мы их оставили работать. Сами пошли продавать урожай. Потому что там тоже примерно на полчаса у нас работы. И чтобы они нас не тревожили, соответственно. Хотя есть вероятность того, что первый проход у нас идет уже. Они там смогут друг другу немного помешать. Ну, посмотрим сейчас, как оно будет работать. Потому что он с правой стороны, во-первых, подъехал. Да, он с правой стороны подъезжает. Какой умный. И все. Вот они вместе сейчас будут работать. Он будет кататься. Да, довольно быстро набивается. Мне кажется, 2 миллиона здесь намного больше будет. На поле будет убираться, кстати, очень долго. Ничего, мы сейчас продадим, освободимся. Время будет уделять внимание на всех. Поэтому все будет хорошо. Пошлите продавать наше все добро, которое есть у нас на складе. Так как у нас 2 поддона здесь на этом самом... На мане еще есть лишних. Точнее, не лишних, а последних я забирал. То начнем, пожалуй, все это дело продавать. Именно с ячменной муки. В общем-то, поехать. Блин, FPS проседает аж до 30. Ну ничего, сейчас все продадим и, соответственно, будет опять 60. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok И, друзья, на этом, собственно, продажа заканчивается. 53 тысячи мы получили за ячменную муку, 9 за патрику, 69 за картон, 14 за сахар, 12 за яйца, 58 тысяч за пшеничную муку, 82 тысячи нам дали за поддоны, 77 за соевую муку, 60 за рыбку, 84 тысячи за масло, 70 за пиво и 160 за чипсики. Так что пиво и чипсики, в принципе, самое выгодное два производства, походу. Ну и масло растительное тоже, в принципе, неплохо, с учетом того, что его получается много. Оно у нас, кстати, еще и на чипсы идет, если что. И, друзья, случился небольшой казус. У меня, короче, не записалось больше, чем пол серии, и поэтому я решил, что следующая серия будет в предыдущей. В общем-то, я сел ее монтировать и понял, что беда. И поэтому все, что планировалось сделать как бы в следующей, то есть в этой, все будет в одной. Единственное, друзья, произошло несколько изменений. Я тут, разумеется, кое-что поделал, плюс был стрим, плюс прикупилась некоторая новая техника, которую вы не увидели, как это получилось, увы. Но я вам сейчас обязательно обо всем расскажу и о том, что у нас происходит. Значит, со заводами я не занимался, и поэтому на этом фронте у нас все тихо. И, друзья, мы полностью отвезли силос, который мы собрали с девятого поля. Получается, пять ям у нас набитых. Единственное, вот четвертая такая, самая мало набита, остальные все хорошо набиты, на самом деле. И довольно много его тут получилось, и мы его весь сегодня, ребята, продадим в этой серии. Плюс, друзья, все наши поля, вот эти четыре огроменных поля, я засеял под солнечником. И его мы сегодня весь соберем и весь продадим. И у нас тут его вроде как и так дохренище, миллион двести пятьдесят литров. В общем-то, миллион из них мы тоже продадим. А также в нашем автопарке произошли некоторые изменения. Я, в общем-то, скажу и о всем, что было в прошлой серии, или в позапрошлой. Я, честно говоря, уже потерял немного счет времени, но из того, что у нас появилось. Во-первых, у нас появилась вот такая вот тележка, прицеп на сорок тысяч литров. И, соответственно, к ней сзади можно подцепить нашу обычную телегу. И возить на все заводы сразу по сто тысяч литров любого зерна или корнеплода, в общем-то, без разницы. Также я купил маленькую бочку, вот такую для жидкости, но понял, что она нам нахрен не надо. Потому что вместимость воды на всех заводах идет 60 тысяч литров. Здесь справляемся. Производство топлива идет 50 тысяч литров. В общем-то, ей мы справляемся, она нам нахрен не надо. Единственное, я, конечно, подумывал взять платформу еще маленькую дополнительную. Но потом подумал, что все-таки, наверное, лучше один раз лишний съездить, чем морочиться с этими погрузками поддонов. Хотя, может быть, я еще передумаю. Также, друзья, у нас для сбора силоса соломы появился еще один такой вот фуражный прицеп. Теперь у нас их два. Один стоит в начале на своем месте, вон там вдалеке. А один стоит вот здесь. Так что у нас теперь их два. И соломку, в принципе, мы собирать, если будем, то это будет намного быстрее происходить. Плюс также я маленький такой прицепчик купил. Все-таки на курсплее как-то стабильнее выгружался именно вот этот прицеп. Меня запарило, если честно, на том маршруте делать. Он такой, знаете, неповоротливый немного, с задним ходом у него проблемы. Выгружается как-то не там, где надо. И плюс он все выгружает в одну кучу, которую не успевает заравнивать или разравнивать. Поэтому, когда я на курсплее возил, я возил с помощью вот этого прицепа. Да, вся техника грязная, не обращайте внимания, потому что, в общем-то, так надо. Ну, в общем-то, вот такое вот приобретение у нас тоже было. Плюс, друзья, для силоса у нас появился вот такой вот замечательный силосоуборочный комбайн. Он мне очень нравится, он вообще клевый. Он такой весь желтый, прям вот клево, короче. Ну, с помощью него мы, соответственно, собирали силос. Но, вроде как, это попало в серию, я успел его купить. И новый трактор у нас также появился. Вот такой замечательный New Holland T8. Наверное, из таких вот классических тракторов, то есть без гусениц, без всяких вот этих поворотных голов, которые ломаются. Они мне дико не нравятся. Это, вроде как, самый мощный. Я точно не помню, но, в общем-то, мы его купили, и теперь у нас есть моща вообще везде. Так что у нас теперь целых 6 тракторов, и мы много дел можем делать одновременно. Плюс у нас есть 2 комбайна, которые мы сейчас зарядим на уборку этих полей. Но! Сперва нам нужно прикупить вот такую вот жатку. За 52 тысячи, шириной 12 метров. Она у нас идет к нашему New Holland. Она, соответственно, собирает подсолнечник и кукурузу. У нас такой нету, и, соответственно, чтобы этот комбайн не простаивал, а помогал в работе, мы покупаем вот эту жатку. Ей можно выбрать цвет, и New Holland у нас желтый, поэтому жатку мы также покрасим в желтый цвет. 52 тысячи 800. И новая жатка, добро пожаловать к нам в гараж. Мы ее, разумеется, сразу же сбрасываем на базу. И можно ставить трактора и комбайны на уборку полей, а также на вывоз всего этого дерьма, которое у нас есть. И для начала, наверное, давайте мы поставим именно вывоз и продажу того, что у нас есть. Хотя нет, давайте мы сначала поставим на уборку. Короче, распределим технику сейчас как-нибудь. Значит, первого мы запустим New Holland. Разумеется, он у нас будет убирать третье поле и восьмое, а, соответственно, более мелкий трактор у нас будет убирать, точнее, более мелкий комбайн будет убирать у нас поля поменьше, 10 и 11. Соответственно, цепляем на него новую вот эту прекрасную жатку. Пригоняем, соответственно, комбайн на третье поле, раскладываем его, раскладываем жатку. Генерируем ему маршрут, как обычно, только не 13 метров, а 12.2. Давайте 12 даже поставим. Почему? Ладно, пускай 12.2. Я надеюсь, там не будет пропущено ничего. Поле номер 3. Расположение старта. Все как обычно. Возврат на старт. Да, генерировать. И, как обычно, мы сначала проезжаем, чуть-чуть собираем вручную это все дело, чтобы у нас все было ровно, четко, с чувством, с толком, с расстановкой. И с ближайшей точки запускаем это дело. Оно пошло работать. Соответственно, также у нас есть второй комбайн, Ростельмаш. Мы его также сразу же запустим в работу. Они будут работать одновременно, ибо какая разница. Зачем ждать все это дело? Цепляем на него также жатку, только единственное, сначала вот эту вот надо убрать с дороги, потому что она как-то мешает, заслонила, что ли, все это дело. Отбрасываем ее нахрен в сторону. Выгоняем вот эту. Снимаем ее пока что, потому что надо на место поставить желтую. Она может мешать потом нашим фурам, которые будут возить, соответственно, все это дело на склады. Ее мы здесь цепляем. Цепляем обратно, соответственно, вот эту, только я врезался в станцию нашу. И едем, начинаем мы с... без разницы, с какого поля, в принципе, начинать. Начнем с того, которое поближе к базе. С этим комбайном, соответственно, все то же самое. Мы раскладываем жатку, раскладываем комбайн, генерируем ему маршрут на 9 метров. 11-е поле. Расположение старта текущее. Возврат на старт. Да. Сгенерировать. Комбайн запускаем. Чуть-чуть мы проходим, убираем. И, соответственно, с ближайшей точки его дальше пускаем. Он будет работать. Далее у нас идет первая Татра, которая будет работать с одним из комбайнов. И пускай это будет поле 3 базы, соответственно, мы ему ставим здесь CR-1090. Работа с комбайнами. Со следующей ближайшей точки он отсюда должен как-то более-менее найти, куда ему ехать. Поцепить. Сейчас мы это дело проконтролируем. Мы займемся следующим комбайном. Да, он нашел. Он молодец. И в таком случае мы запускаем вторую нашу Татру. Феникс. Она уже беленькая такая, красивая. С чистым прицепом сама. Хотя да, какой же он нахрен чистый. Ему мы загружаем поле 11 база. Ставим ему в комбайн Торум. И запускаем по маршруту со следующей ближайшей точки. Короче, они пошли работать. Далее, вот эти два трактора мы сразу же ставим на маршруты, чтобы они возили на ЖД элеватор подсолнечник. Единственное, друзья, мы с вами сначала посмотрим, есть ли у нас в этой бочке топливо, потому что оно могло закончиться. Нет, оно есть. Не все в порядке. Поэтому мы с чистой совестью ставим на маршрут работы с МФОРТИСа. Может быть телегу побольше купить, конечно, я думаю. Но ладно, пока мы так справимся. Соответственно, вот эту хреновину мы запускаем. Ставим ему транспортировка и продажа. База, ЖД, элеватор. И забираем мы отсюда подсолнечник, подсолнухи. И со следующей точки мы его запускаем, пускай катается. И у него сегодня работы очень много. Зеленого нашего друга мы ставим точно на такую же работу, как и с МФОРТИС. Цепляем ему телегу побольше, но он трохи помощнее, поэтому ему пофиг абсолютно, с какой телегой будет ездить. Точно сюда же мы его вот так вот выгоняем. Ставим транспортировку и продажи. База, ЖД, элеватор. И возить мы будем подсолнухи. Запустить по маршруту. И он, собственно, пускай тоже возит. А также нам надо поставить кого-нибудь, кто будет ездить продавать солому. У нас ее тоже много. И у нас, в принципе, есть две свободные телеги для этого всего дела. Поэтому мы возьмем наш стейр. Он нас любит этим делом заниматься. Подцепим ему, соответственно, вот эту телегу, в которую он сможет возить и продавать соломку. Точно так же выставляем ее примерно вот сюда. Ставим транспортировку-продажу. База, солома, рот. И забирать из бункера солому. Солому запускаем по маршруту. И он, теоретически, должен это все дело найти. Также, друзья, нашу любимую оранжевую вальтру мы также ставим в работу. Ей вот эту маленькую телегу на 20 тысяч мы подцепим. Пускай тоже возит соломку. Ибо нефиг нам прохлаждаться. Быстрее вывезет. Быстрее у нас будет куча денег. Загружаем солома-прод. Забирать из бункера солому. Единственное, что выставим мы его примерно вот сюда. И он тоже пошел работать. Ну а мы же с вами, друзья, сейчас берем наш самый мощный трактор. Вот этот самый Нью Холланд. Цепляем на него, соответственно, вот эту вот фризон. И фуражный прицеп на 50 тысяч. И с помощью вот этого дерьма мы сейчас поедем продавать силос. Я надеюсь, что не очень много времени у нас это займет. И что мы разбогатеем. И сегодня у нас будет овер до хера миллионов денег. Кстати, с подсолнечника-то точно должно много получиться, я надеюсь. А силоса сколько получится, оно вот хрен его знает. Ну, мы сейчас с вами посмотрим. И давайте, соответственно, откроем вот эти ямки. Посмотрим, сколько у нас тут есть этого самого силоса. Смотрите, миллион четыреста. Шестьсот тысяч это два миллиона. Еще миллион четыреста. Три четыреста. Плюс, можно считать, еще миллион четыреста. Это четыре восемьсот. И плюс еще один миллион, там с копейками. Короче, практически шесть миллионов литров силоса. У нас задача сейчас продать. Это на самом деле очень много. И есть вероятность того, что я могу нормально так подзадолбаться за это время. А также есть вероятность того, что у нас поля уберутся быстрее. Но давайте не будем тратить время, а будем начинать. Единственное, кстати, еще время придется включить х5. Но так как у нас ничего, скажем так, на полях не растет, посева никакого нету, это никак не повлияет на то, что у нас происходит. Поэтому, что значит, не развернуто? Ты что, дурак что ли? Вот так вот. Все. Все работает. Силос мы вот таким вот образом, соответственно, нагружаем в этот самый себе в прицепчик. Соответственно, 50 тысяч мы в него набиваем. Есть небольшие проблемы иногда, чтобы выбраться из этой гребаной ямы. Сдаем, соответственно, задним ходом. И все это дерьмо высыпаем в точку продажи. И получаем за один прицеп 16 тысяч долларов. И в каждой яме побольше, чем по 20 прицепов. То есть, больше, чем по 300 тысяч. Хотя ценник начнет падать, тут есть такая вероятность. Но 5 на 300? Вообще, если мы посчитали, что у нас 6 миллионов, соответственно, 30 прицепов или сколько? 120 прицепов получается, да? Все правильно. 120 прицепов нам нужно вывести. 120 умножить на 15. И мы получаем... Окей, Google. 120 умножить на 15. 1800, мне сказал Google. Я не могу считать такие цифры. У меня что-то голова сегодня не варит. То есть, 1800 в теории мы должны получить с этого силоса. Но это только в теории. Сейчас ценник на него начнет падать, потому что мы его будем продавать в больших количествах. В общем-то, время X5. И погнали заниматься ерундой. Продолжение следует... Ну и вот так вот, друзья, у нас примерно 45 минут ушло на то, чтобы продать весь этот силос. Точнее, не весь, а из одной ямы. Теперь здесь чистенько и аккуратненько, короче, все. Разумеется, вот эта яма продастся намного быстрее, а остальные немного даже подольше. Поскольку третья яма, она находится прямо вот напротив точки приема. И, соответственно, никакого маневрирования. Просто взав-вперед ездишь и все. За это время у нас успело убраться чуть больше половины 11-го поля и чуть меньше половины 3-го поля. По количеству подсолнечника они работают примерно одинаково. То есть, те, кто вывозят на базу и те, кто привозят на базу с поля. Чтобы было 1 250 000, сейчас 1 195 000. В общем-то, примерно один в один они и работают. На ЖД-элеваторе, кстати, цена хорошая, что радует. Ну и примерно треть соломы вывезли, что тоже, в принципе, радует. Я думаю, что мы сейчас еще успеем одну ямку, например, освободить. Давайте маленькую, там уже посмотрим, что надо как. И еще одну яму мы с вами освобождаем. У меня такое чувство, что мы до того, как уберется третье поле, мы успеем освободить еще одну. Хотя на данный момент мы это дело прервем. Подсолнечник вывозится, кстати, трохи быстрее все-таки, чем уже 1 98 000. Ну, соломку потиху возят, уже половину вывезли. Замечательно. Значит, друзья, я сейчас за кадром по-быстрому, чтобы вас не томить, продаю эти ямы, убираю остальные поля. Ну и, друзья, в общем-то, что мы имеем? Мы отвезли весь подсолнечник с этих четырех полей. И плюс, почти весь, что у нас был, оставили 115 000 на ЖД-склад. На ЖД-элеватор, точнее. Тем самым, на нем сейчас стоит максимальная цена, которая может быть. Правда, может быть еще больше, если она там зеленым подсвечена. Но, в общем-то, вот она росла и остановилась. И это хорошо. Далее мы также вывезли нахрен всю солому отсюда и продали весь силос. За солому мы выручили, если брать вот понедельник и сегодня, 198 000, 199 практически. И, соответственно, 1 600 000 мы получили за вот эти 6 миллионов литров силоса. И у нас сейчас на балансе почти 2 миллиона. И мы, друзья, с вами телепортируемся на ЖД-склад, ЖД-элеватор. И нажимаем волшебную кнопку и начинаем крестить жопу, чтобы это дело сработало и не забагалось, как это было с кукурузой, как это было у нас с канолой. Я очень надеюсь, что мы получим свои деньги за этот подсолнечник. Единственное, что, увы, я даже не знаю, сколько литров этого самого подсолнечника мы с вами, грубо говоря, и продали. И, аллилуйя, деньги нам пришли 2 миллиона 700. И у нас с вами 4,5 миллиона. Вот так вот охренетительно быть богатым. Если бы у меня на самом деле было 4,5 миллиона долларов или евро, без разницы. Я бы точно не работал, но здесь мы с вами будем продолжать работать, хотя карьера потиху подходит к своему завершению. Точнее, первый ее сезон будет еще и второй. Открою вам маленький секрет. Да, именно на этой карте. Соответственно, друзья, что у нас будет в следующей серии? Я за кадром, может быть, на стриме. Да, я понимаю, что все закадровые работы можно выводить на стрим, но посмотрите сейчас в верхний правый угол и поймете, почему продажи силоса, например, не было стрима. Это нецелесообразно делать в 4 часа утра. Соответственно, то ли за кадром, то ли на стриме мы прямо сейчас купим поле 12 и 13. Еще, друзья, мы заодно купим первое, второе, пятое, шестое и седьмое. И у нас остается 500 косарей. То есть, все поля сейчас принадлежат нам. Соответственно, на стриме мы соберем урожай всех полей, которые сейчас здесь засеян. То есть, 12, 13, 7, 5, 6. Спашем, соответственно, новые поля, которые у нас появились. И все поля, соответственно, засеем. Может быть, даже это будет не один стрим. Я не знаю, насколько это все дело затянется. На самом деле, работы много. Ну, следующую серию мы начнем с уборки всех полей. Ну и, соответственно, еще на стриме мы, скорее всего, позанимаемся заводиками. Возобновим их работу, чтобы были у нас денежки в начале следующей серии. И, кстати, еще небольшой спойлер. На будущее 14-е поле нам теперь нахрен не надо. Мы его продаем. И у нас как раз миллион. Это очень хорошо. У нас тут как раз пшеница, подсолнухи, бобы, ячмень и канова. Вообще, шикарно у нас вот эти поля засеяны. Первое, второе у нас собран урожай. На нем сейчас ничего не растет. В общем-то, ну, позасеиваем, в общем, все это дело. Объединим 12-е и 13-е поле. Все, короче, у нас шикарно. Все идет по плану. Приятно быть богатым, да? В общем-то, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить стрим. И вообще не пропускать ролики. Ставьте большие пальцы вверх. Вам не сложно, мне приятно. Пишите свои комментарии по поводу того, что вы думаете насчет всего этого дерьма. И вот вам напоследок еще маленький ролик о том, как правильно трамбовать этот гребаный силос. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok